Добрый день, уважаемые коллеги. Я, во-первых, хочу поблагодарить Оргкомитета Александра Константиновича за приглашение. Это большая честь. Кому-то может показаться, что 20 минут, которые мне отведены, это вполне достаточно, чтобы рассказать про весь несветлоклеточный рак почки. Я, конечно, обещаю нашим председателям, что я уложусь в это время. Но это не так. В настоящее время появляется все больше и больше новых результатов исследований про эту опухоль. Вот, например, совсем недавно были выделены новые гистологические типы несветлоклеточного рака почки. Светлоклеточный папиллярный рак почки, тубулярно-кистозный рак почки, а вообще два года назад рак почки с транслокациями, в частности, Т611, когда происходит фьюжн генов. Кроме того, мы знаем уже хорошо достаточно известную опухоль с транслокацией, это XP11. То есть все больше и больше у нас представлений о молекулярной гистологической природе этой группы опухолей. Если мы посмотрим на ванкуверскую гистологическую классификацию, которая была опубликована в 2013 году, то на светлоклеточный рак почки приходится только одна строка, а на несветлоклеточный большая группа опухолей. И на самом деле мы говорим так, на круг, несветлоклеточный рак почки, но это большая группа, и каждая опухоль имеет свое течение, и о каждой опухоли требует своего рассказа. Но тем не менее, в отсутствии времени и все же результатов исследований ограничимся представлением полностью о несветлоклеточном раке почки. Наиболее частыми подтипами несветлоклеточного рака почки являются папиллярный, хромофобный и рак из собирательных трубочек. Папиллярный рак почки делится еще на два подтипа, первый и второй. Если обобщать по течению, первый подтип папиллярного рака почки и хромофобный рак почки – это опухоли с благоприятным течением, второй подтип папиллярного рака почки и рак из собирательных трубочек – это неблагоприятные опухоли с агрессивным течением. Почему развивается, например, папиллярный рак почки, а не светлоклеточный рак почки или хромофобный, науке пока неизвестно. Однако проводится сейчас анализ различных молекулярных изменений, например, роль мед, белка мед в развитии папиллярного рака почки, экспрессия FGFR рецепторов и так далее. Но пока мы можем только говорить, что если канцероген попал в проксимальное канальце, скорее разовьется светлоклеточный рак почки. А если в собирательные трубочки, то разовьется рак из собирательных трубочек. Других объяснений пока нет. Кроме того, мы все время говорим, что это редкая, достаточно редкая группа. Но не такая, на уши редкая. Если мы посмотрим, 25% всех больных раком почки имеют несветлоклеточные по типу рака почки. И почему долгое время не было интереса к этой проблеме, не совсем понятно. С точки зрения практики, весь рак почки мы делим на светлоклеточный рак почки и несветлоклеточный рак почки. Почему? Потому что это определение было заложено в клинических исследованиях, где под светлоклеточным раком почки подразумевался почноклеточный рак, состоящий из более чем 50% светлых клеток. Все остальное – это несветлоклеточный рак почки. Для практического здравоохранения нам не важно разделение. Адювантного и хирургического… Адювантного лечения рака почки не существует. Хирургическое лечение как локализованного, так местно распространенного и метастатического несветлоклеточного рака почки не отличается от светлоклеточного рака почки. Опять же, из-за того, что отсутствуют клинические исследования. Почему? Если мы посмотрим на результаты исследования, опубликованного в журнале Кэнса, вот на левый слайд, то это как раз больные с отсутствием метастазов как в лимфатические узлы, так и отдаленных метастазов. То пятилетняя безрецидивная выживаемость для несветлоклеточного рака почки существенно, достоверно лучше, чем для светлоклеточного рака почки. И, возможно, для этой группы, например, для первого типа популярного рака почки, надо было бы провести хирургическое исследование, и, возможно, органосохраняющие операции при распространенном уже даже раке почки популярном были бы уместны. Но мы этого не знаем и можем руководствоваться тем, что мы имеем. Если мы посмотрим на правый слайд, а это метастатический рак, то здесь абсолютно другая уже картина. Несветлоклеточный рак почки имеет более агрессивное течение, чем светлоклеточный рак почки. Почему происходит такое изменение? Локализованный рак лучше, чем светлоклеточный, а метастатический хуже, чем светлоклеточный. Опять же, возможно, это связано с некими особенностями течения опухоли и молекулярного строения опухоли, молекулярных изменений. Пока мы не знаем. Но различия достоверны и в том, и в другом случае, и требуют больше детализации. Лекарственное лечение метастатического несветлоклеточного рака почки. Сегодня мы можем предложить пациенту ингибиторы МТОР, ингибиторы рецептора фактора роста эндотелия, либо участие в клинических исследованиях, а также изучаются новые мишени. Надо отметить, что разделения на линии для несветлоклеточного рака почки до сих пор не существует. Как это, например, происходит со светлоклеточным раком почки, когда уже есть официально три линии терапии светлоклеточного рака почки с позиции доказательной медицины. Нужно ли оценивать прогноз у пациентов с несветлоклеточным метастатическим раком почки? Опять же, мы знаем, что для светлоклеточного рака почки это важно для того, чтобы назначить, выбрать препарат первой линии. То же самое для несветлоклеточного рака. Мы должны оценивать прогноз при назначении первой линии терапии. Почему? Потому что сегодня только единственный препарат изучался в крупном рандомизированном исследовании у пациентов с несветлоклеточным раком почки, и это тимсиролимус. А этот препарат как раз назначается у пациентов с плохим прогнозом. Соответственно, практически нам важно разделить весь несветлоклеточный рак почки на группу хорошего и промежуточного прогноза, между ними делить даже не обязательно с точки зрения практической, и группу плохого прогноза, чтобы назначить этот препарат. Сегодня существуют три модели оценки прогноза. Первая модель – это моцера, которая изучалась в эпоху иммунотерапии и неприменима для несветлоклеточного рака почки, потому что иммунотерапия в этой группе пациентов неэффективна. Вторая модель – это хенга. Она изучалась в исследованиях с ингибиторами тирозинкиназы второго поколения, например, окситиниба. И третья модель – это модель Хьюца. Вот для несветлоклеточного рака почки с практической точки зрения применима только модель Хьюца, потому что именно по этой модели изучался темсиролимус. Эта модель включает в себя 6 факторов, о них хорошо известно, поэтому не буду останавливаться. Если мы посмотрим на последнюю версию рекомендаций НССН, а именно на несветлоклеточный рак почки, то рекомендуется пациентам участие в клинических исследованиях, другие опции с меньшей доказательной базой и темсиролимус. Темсиролимус с позицией доказательной медицины имеет наивысший уровень доказательности. Категория 1 у больных с плохим прогнозом и категория 2а у пациентов других групп. Категория 2 – это тоже достаточно высокий уровень доказательности, то есть практически весь консенсус согласен с тем, что темсиролимус является препаратом выбора у пациентов с несветлоклеточным раком почки. На чем основано заключение НССН? Безусловно, заключение основано на крупном рандомизированном регистрационном исследовании для темсиролимуса, в котором темсиролимус сравнивался по сравнению с интерфероном, либо с комбинацией темсиролимуса в малых дозах и интерфероном. Здесь представлены данные на круг, то есть эффективность темсиролимуса в группе пациентов как со светлоклеточным раком, так и с несветлоклеточным раком почки. Было показано, что статистически достоверно темсиролимус улучшает продолжительность жизни, не выживаемость без прогрессирования, а именно продолжительность жизни у пациентов с плохим прогнозом. Но в этом исследовании порядка 18% больных имели несветлоклеточный рак почки. И этого количества больных было достаточно для того, чтобы статистически сделать вывод об эффективности или неэффективности данного препарата. Если мы посмотрим на медиану общей выживаемости в группе пациентов с несветлоклеточным раком почки, то она приблизительно такая же, как и в группе пациентов со светлоклеточным раком почки и достоверно лучше, чем интерферон. Это 12 месяцев приблизительно по сравнению с 4 месяцами для интерферона. Темсиролимус оказался способным снизить риск смерти от несветлоклеточного рака почки на 50% по сравнению с иммунотерапией. Соответственно, на основании этого исследования комитет НССН делает вывод о том, что темсиролимус эффективен в группе пациентов с несветлоклеточным метастатическим раком почки и плохим прогнозом. Опять же, это исследование подчеркивает, что иммунотерапия не имеет эффективности у пациентов с несветлоклеточным раком почки. И попытки использовать иммунотерапию не оправданы. 4 месяца выживаемость на интерфероне. Выживаемость, то есть неудовлетворительные результаты. Другой ингибитор МТОР – эверолимус. Он также изучался в рандомизированном исследовании, которое было представлено на АСКО в прошлом году. Это исследование ИСПН. В этом исследовании пациенты с несветлоклеточным раком почки, которые не получали ранее лечение, были стратифицированы и рандомизированы в группу эверолимуса и в группу сунитениба. При прогрессировании пациенты из группы эверолимуса начинали получать сунитениб, из группы сунитениба – эверолимус. Хочу отметить, что это исследование не с перекрестом. Это заранее спланированное, проспективное исследование, оценивающее эффективность двух линий терапии у больных с несветлоклеточным раком почки. Статистическая гипотеза была добиться эффективности, а именно выживаемости без прогрессирования в первой линии на эверолимусе 20 недель и 12 недель для сунитениба. Только в этом случае был бы сделан вывод, что эверолимус лучше, чем сунитениб в данной группе пациентов, и он может рекомендоваться. Какие же результаты этого исследования? Частота ответов лучше для сунитениба в первой линии. Медиана выживаемости без прогрессирования в первой линии также лучше для сунитениба и составляет 6 месяцев против 4 для эверолимуса. Медиана выживаемости без прогрессирования во второй линии лучше для эверолимуса, что доказывает, что эверолимус все же препарат второй линии. 4 месяца по сравнению с 2 месяцами для сунетиниба, и общая выживаемость при использовании последовательности сунетиниб и виролимус достоверно лучше, статистически достоверно лучше, чем при использовании последовательности и виролимус сунетиниб. Таким образом, что мы можем сказать по этому исследованию? Ивиролимус – это не препарат первой линии. Сунетиниб и виролимус имеют некоторую эффективность у пациентов с несветоклеточным раком почки, поэтому они и входят в те опции, другие препараты, имея уровень доказательности 2А и 2Б. Еще одно исследование было представлено на АСКО несколько дней тому назад. Это исследование АСПИН. В него было включено 108 пациентов. Этого было достаточно для того, чтобы достичь статистической гипотезы, а именно снижение частоты прогрессирования или смертности на 38%. Пациенты с несветоклеточным метастатическим раком почки, которые также не получали никакого лечения, были стратифицированы по основным факторам и рандомизированы в соотношении 1 к 1 в группу сунетиниба либо в группу ивиролимуса. Медиана выживаемости без прогрессирования составила 8,3 месяца при использовании сунетиниба и 5,6 месяцев при использовании ивиролимуса. Достоверных отличий нет, но по цифрам можно сказать, что сунетиниб достаточно эффективный в этой группе пациентов препарат. 8 месяцев – это хорошие результаты для несветоклеточного рака почки. Медиана общей выживаемости составила 32 месяца при использовании сунетиниба и 13 месяцев при использовании ивиролимуса. И, наконец, частота ответов была 31% при использовании сунетиниба и 12% при использовании ивиролимуса. Надо отметить, что 31% частота ответов на сегодняшний день – это один из лучших показателей по частоте ответов у пациентов с несветлоклеточным раком почки. Надо признать, что ивиролимус оказался эффективным в двух группах пациентов, более эффективным, чем сунетиниб. Это пациенты с хромофобным раком, и вторая группа – это пациенты с плохим прогнозом, что снова подтверждает гипотезу об эффективности ингибиторов МТОР при несветлоклеточном раке и плохим прогнозом. Если посмотреть на другие исследования с использованием ивиролимуса, это исследования, о которых я уже говорил, и еще одно исследование второй фазы – Раптор, где также был ивиролимус в монорежиме, изучался, и сравнить результаты с исследованием РЕКР-3, где ивиролимус сравнивался с утентом ноу-пациентов со светлоклеточным раком почки, то можно сделать вывод, что эффективность МТОР-ингибитора во второй, вернее, у пациентов с несветлоклеточным раком почки, хуже, чем при светлоклеточном раке почки, как по частоте ответов, так и по выживаемости без прогрессирования. Что мы можем сказать об использовании ингибиторов рецептора фактора роста эндотелия сосудов? Могут ли они использоваться в терапии несветлоклеточного рака почки? Но я уже сказал, что сегодня есть только два крупных, проспективных, рандомизированных исследований, которые изучали эффективность сутента, сунетиниба, по сравнению с ивиролимусом у пациентов с несветлоклеточным раком почки. Эти исследования не были спланированы так, чтобы доказать эффективность сунетиниба, но из них мы можем сделать вывод, что в принципе препарат работает в определенной группе пациентов. Также можно привести программы расширенного доступа для сунетиниба и сарафиниба. Как видно, ингибиторы ВИДЖФР также оказываются эффективными и также демонстрируют ту же самую медиану выживаемости без прогрессирования порядка 8 месяцев у пациентов с несветлоклеточным раком почки, но эффективность их снижается по сравнению со светлоклеточным раком почки. Вот, например, медиана общей выживаемости всех пациентов, которые получали сунетиниб в 18,4 месяца, а в группе несветлоклеточного рака почки только 13 месяцев. Но, тем не менее, ингибиторы могут в отсутствии других препаратов использоваться. Позапониб. У нас нет эффективности о позапонибе у пациентов с несветлоклеточным раком почки. Почему? Потому что в регистрационные рандомизированные исследования с позапонибом включались в основном пациенты со светлоклеточным раком почки. Однако на АСКО-ЖИЮ в прошлом году было анонсировано исследование второй фазы, в котором изучается позапониб в этой группе пациентов. Бивоцузумаб в комбинации с интерфероном. Тоже нет данных. Однако, так как идет комбинация с интерфероном, то, скорее всего, это не вариант для группы пациентов с несветлоклеточным раком почки. Еще примеры. Результаты исследований второй фазы. Как правило, в них использовался сунетиниб. Как видно, выживаемость без прогрессирования уступает эффективности препарата при светлоклеточном раке почки, но она является удовлетворительной. Опять же, те же 6-5 месяцев. Общая выживаемость при этом достаточно неплохая. 25 месяцев, 16 месяцев, что превышает ранее полученные данные. И в некоторых случаях была достигнута высокая частота ответов. В данном анализе Международного консорциума по раку почки были обобщены все данные по использованию таргетных препаратов. Этот метаанализ включил 2000 пациентов. Если пациент в первой линии получал таргетные препараты, то медиана времени до прогрессирования была достоверно хуже, чем для светлоклеточного рака почки. И составила 4 месяца для несветлоклеточного рака почки и 7,8 месяцев для светлоклеточного рака почки. Также была выше частота прогрессирования на таргетной терапии у пациентов с несветлоклеточным раком почки. И данные были достоверны. Но если мы посмотрим на вторую линию, то все различия уже нивелируются. Никаких достоверных отличий нет, π0142 и медианы общей выживаемости похожи. Также и частота прогрессирования во второй линии напоминает параметр при светлоклеточном раке почки. И, наконец, общая выживаемость. Общая выживаемость достоверно лучше для светлоклеточного рака почки, для которого медиана составила 22 месяца, а для несветлоклеточного рака почки – только 13 месяцев. Различия достоверны. О других методах лечения несветлоклеточного рака почки. В частности, может ли использоваться химиотерапия? Это наше исследование, которое проводилось на базе отделения биотерапии под руководством профессора Демидова. В этом исследовании использовался капицитабин. 51 пациент был включен в исследование второй фазы. Большинство пациентов не имели предшествующей терапии, то есть получали препарат в первой линии терапии. Медиана выживаемости без прогрессирования составила 10 месяцев. Неплохие результаты. Медиана общей выживаемости – порядка 18 месяцев, а частота ответов – 26%. Безусловно, это вторая фаза и требуется продолжение. Но интерес к химиотерапии сегодня невелик, поэтому продолжения не будет. Что касается других опухолей из семейства несветлоклеточного рака почки. Рак из собирательных трубочек. Было проведено два исследования небольших второй фазы. В них изучалась комбинация гемцитабина с препаратами платины. В одном исследовании с исплатином, в другом исследовании с карбоплатином. Были получены также неплохие результаты, и НССН рекомендует эту комбинацию гемцитабина с препаратами платины в этой группе пациентов. Но уровень доказательности третий. То есть, в отсутствии других препаратов и исследований, химиотерапию некоторым пациентам проводить можно. Что касается других таргетных препаратов, в частности, эрлотиниба. Наверняка Евгений Наумович показывал, что рецептор эпидермального фактора роста сильно экспрессирован на клетках рака почки и на клетках сосудов. Соответственно, использование ингибиторов из GFR целесообразно, теоретически. Было проведено исследование второй фазы СВОК. В него тоже было включено 52 пациента. И эрлотиниб назначался в дозе 150 мг перорально. Пациенты получали препарат во второй линии терапии. Шестимесячное время до прогрессирования составило 29%. Общая выживаемость – 27 месяцев. И частота ответов – 11%. Главным критерием в этом исследовании была частота ответов. И primary endpoint не был достигнут, первичная конечная точка. Но учитывая такие хорошие показатели общей выживаемости, некоторым пациентам НССН рекомендует эрлотиниб. Какие же сейчас идут исследования и какие новые мишени существуют? В частности, одна из самых сейчас популярных мишеней – это СМЕД. Она, как правило, имеется у пациентов с популярным раком почки. Сегодня идёт исследование четырёх препаратов, которые ингибируют СМЕД. Два из них, и один провалился на АСКО в этом году, не показали эффективности. Однако исследования продолжаются. И, возможно, в скором будущем, когда мы будем получать более селективные ингибиторы СМЕД, мы получим хорошие результаты. Кроме того, как и для всего рака почки, для несветлоклеточного рака почки изучаются анти-PDL1 антитела. В частности, было показано, что PDL1 экспрессирован в 11% случаев на клетках популярного рака почки. И в этой группе изучать анти-PDL1 антитела представляется целесообразным. Ну и, наконец, третье направление, о нём я уже говорил, это ингибитор FGFR-2. В частности, экспрессия FGFR-2, рецептора фактора роста фибробластов, составляет 8,5% на клетках популярного рака почки. Мутация выявлена в 2% случаев. На АСКО в этом году показал эффективность, очень неплохую, двойной ингибитор VGFR-FGFR-ленвотениб. Но у пациентов со светлоклеточным раком почки. Исследования для несветлоклеточного рака почки на ранних стадиях и ещё многие в доклинике. Таким образом, гистологические подтипы, относящиеся к несветлоклеточному раку почки, встречаются у 25% больных. А это приблизительно 5000 пациентов ежегодно в Российской Федерации. Несветлоклеточный рак почки также чувствителен к таргетной терапии. Однако результаты лечения хуже, чем у больных с светлоклеточным метастатическим почечноклеточным раком. Тимсиролимус по-прежнему остаётся единственным препаратом, рекомендуемым для лечения несветлоклеточного рака почки с наивысшим уровнем доказательности. И, наконец, ингибиторы VGFR, и в частности, сунитениб, как препарат, для которого накоплен самый большой опыт на сегодняшний день, могут использоваться в терапии больных несветлоклеточным раком почки с хорошим и промежуточным прогнозом в отсутствии клинических исследований. Спасибо.